Марка Акура, вопреки слухам, передумала уходить из сегмента среднеразмерных седанов. По этому случаю на смену первому поколению модели TLX вышло второе. Седан сохранил поперечный мотор и передний привод, однако полностью новая платформа внесла свои коррективы. Если сзади остались многорычажка, то стойке Макферсона уступили место двухрычажной подвеске. Что касается кузова, то он на 56% выполнен из высокопрочных сталей и алюминия. Так, из крылатого металла скроена большая часть передка, включая капот и крылья. Машина вышла немного длиннее и шире предшественницы, но представители марки заявляют, что кузов стал жестче наполовину, а в местах крепления подвесок и вовсе вдвое. Снаряженная масса машины при этом не публикуется. Вместо атмосферников создатели модели сделали ставку на турбомоторы. Основным агрегатом заявлена двухлитровая четверка, с которой состыкован десятиступенчатый автомат. По умолчанию Акура будет переднеприводной, хотя за доплату предложат полный привод, реализованный через пару индивидуальных муфт. Эта система способна перебрасывать на задние колеса до 70% тяги. А еще инженеры решились применить переменный рулевой механизм и электромеханический усилитель руля. С педалью тормоза он связан только проводами. В бытовом плане заявлены более просторный салон и качественные материалы. Из интересных моментов отметим классические аналоговые приборы, а также вогнутый экран медиасистемы. С таким удобнее управляться вслепую. Базовая версия выйдет на рынок США осенью этого года, но весной 2021-го должна случиться революция. Выход версии Type-S. Это будет первый заряженный TLX за последнее десятилетие. Для него заготовлен трехлитровый надувный V6, характеристики которого пока не раскрыты. В базовый набор также будет включен полный привод. Вдобавок S-ки уготованы расширенная колея, передние тормоза Brembo, перенастроенная ездовая электроника и эффектный внешний декор. В качестве компромисса Acura создала двухлитровую модификацию со спортпакетом A-Spec. Выпускать седаны будут на американском заводе Honda, который и принадлежит марка Acura. Несмотря на скорый дебют, цены названы лишь предварительно.